В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Космический корабль «Союз ТМА-11М» завершил полет на Казахстанской земле. Как стать чемпионом человеку с ограниченными возможностями? Об этом расскажу я, Амина Смакова. В Караганде проходит национальный конкурс «Мириля-от-Пасен». В сельские районы отправился пропагандистский караван «Жастар-Жастарга». Космонавты и россиянин Михаил Тюрин, японец Куити Ваката и американец Ричард Мастракио благополучно завершили полет на Международной космической станции. Сегодня космонавтов встречали в аэропорту города Караганды. Вот они, герои нашего времени – Михаил Тюрин, Куити Ваката и Ричард Мастракио. Космонавты проработали на орбите более 187 суток. За это время члены экипажа успешно осуществили заданную программу космического полета, выполнили поставленные перед ними научно-технические, исследовательские и практические задачи. Членов экипажа поздравил Аким города Караганды Мирам Смогулов. Благополучно приземлились, всех поздравляю, хорошую и удачную работу. Пожелаем экипажу здоровья и благополучно добраться до дома. Первым делом интернациональный экипаж поблагодарил Акима города Караганды Мирама Смогулова за теплый прием и вручили фотографию шахтерской столицы, которая была сделана с Международной космической станции. По доброй традиции Мирам Смогулов, в свою очередь, подарил космонавтам национальные костюмы казахского народа. Члены экипажа говорят, вернуться на родную землю – большое счастье для них. Хороший член экипажа Миша Рейк и Саша Олег из Киева. Поэтому мне очень повезло. Это было прекрасное время проводить на станции. И я очень рад, я очень рад, что я мог совершить эту миссию. Спасибо. Я уверен, что мы всегда будем продолжать работать вместе, несмотря на отношения, которые развиваются, как они развиваются между нашими и двумя странами. Мы всегда будем вместе работать, и Куич, и Рик и я вместе очень успешно работали на орбите, и мы прекрасные английские друзья. Работа перед космосом может служить хорошим примером тому, как следует на раку и Земле совместным. Не делить что-то, а помогать им произвучиться только по хорошему плану. Теперь остается только пожелать нашим космонавтам благополучно вернуться в родной дом. В период с 4 апреля по 14 мая текущего года на счет Общественного фонда помощи пострадавшим села Кукпикте поступило 263 миллионов 965 тысяч тенге. В оказании благотворительной помощи приняли участие 653 государственных учреждений и 140 частных лиц. Среди них партия Нур-Отан, Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты, аппарат Акима города Астаны, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, корпоративный фонд НРС Кумек, угольный департамент акционерного общества Арселор Митл Тимиртау, Духовное управление мусульман Казахстана и другие организации. К настоящему времени денежные средства в сумме 79 миллионов 976 тысяч тенге перечислены со счета Общественного фонда на личные счета 241 пострадавшего жителя села на приобретение бытовой техники и мебели. Вся работа Общественного фонда находится под личным контролем Акима области. Не только областная администрация, но и общественность предпринимателей продолжают помогать кукпектинцам, попавшим в беду. Карагандинская бизнес-ассоциация СКЕР передала денежные средства 30 семьям пострадавшим от подтопления. Сегодня представители карагандинских компаний, пожелавших помочь пострадавшим от подтопления людям, привезли денежные средства для раздачи нуждающимся. Ведь многие остались не только без жилья, но и с кредитами, которые необходимо погашать. Бескорыстная помощь рождает уверенность в завтрашнем дне. Никто не остается один на один со своей бедой. Всем миром легче справиться с проблемами. Более миллиона тенге были переданы в помощь нуждающимся. Я хочу от имени всех жителей Кукпекты выразить вам слова искренней благодарности. Это, конечно, благое дело. И мы благодарны вам за это. И желаю вам успехов. Вашей стезе всего моего лучшего. Слова благодарности искренне звучат из уст жителей поселка Кукпекты. Они верят в то, что лишения скоро прекратятся и начнется нормальная, стабильная жизнь. Они говорят спасибо всем тем, кто передал свой однодневный заработок людям, нуждающимся в помощи. 15 семей получили денежные средства для погашения арендного жилья, а также 15 семей получили денежные средства в виде материальной помощи. Мы выражаем благодарность предприятиям, организациям, которые приняли участие в этой акции. Среди них такие организации, как «Натеже», «Судфабрикаса», компания «220 Вольт», компания «БК Вершина», «Караганда Лифт», «Сантехпласт», «Долина Нанди». Беды забудутся, но останется в памяти та сердечность и бескорыстность людей, которые помогают своим землякам. Сергей Высокозов, Улжас Габбасов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Депутаты городского Маслихата имеют непосредственное отношение к росту платы за проезд. Поскольку именно они, поверив обещаниям перевозчиков, проголосовали за повышение тарифа. Вот и решили устроить проверку на маршрутах. Правда, перед этим Маслихат провел выборочное анкетирование карагандинцев. Пассажирам раздавали опросные листы и просили их заполнить. В числе критериев, по которым надо было оценить работу общественного транспорта, значилось наличие униформы, объявление остановок, выдача билетов, состояние салона, его загруженность, размещение схемы маршрута в автобусе или маршрутке, а также поведение водителя, курил ли он, разговаривал по сотовому телефону или слушал громкую музыку во время движения. Депутаты городского Маслихата решили проверить, как перевозчики выполняют свои обязательства по улучшению качества обслуживания пассажиров. Они осмотрели три автостанции и на свой страх и риск проехали в общественном транспорте. В итоге народные избранники пришли к выводу, что крупные автопарки работают сносно, а вот сервис в маршрутках оставляет желать лучшего. Добываясь повышения тарифа на проезд до 80 тенге, перевозчики караганды обещали улучшить качество обслуживания пассажиров. В частности, следить за тем, чтобы на линию не выходили неисправные, разбитые или грязные автобусы и маршрутки, чтобы водители не гоняли по дорогам, нарушая скоростной режим, не разговаривали по телефону во время движения и не курили в салоне. А кондукторы вежливо обслуживали пассажиров, выдавая им билеты. Что касается автопарков, то их руководство взяло на себя обязательство купить для своих работников униформу, объявлять остановки на двух языках и наладить систему GPS-навигации. А вот маршрутки мелких перевозчиков вызывают уйму нареканий. Народные избранники заметили, что внешний вид машин оставляет желать лучшего, хотя они куплены всего 5-6 лет назад. Некоторые маршрутки выходят на линию с разбитыми стеклами, а также без трафаретов, с номерами и названиями остановок. Мне понравилось им то, что в микроавтобусах не объявляют остановки. Перевозчики объяснили, что это невозможно сделать технически, но, возможно, они просто не хотят тратить деньги, ведь музыка в салоне играет, а это значит, что и громкую связь здесь наладить вполне реально. В конце концов, что мешает кондуктору просто крикнуть. Фраза «передаем за проезд» отлично слышна по всему салону. Как сообщили в пресс-службе городского маслехата, выборочный обзор анкет показал, что карагандинцы отмечают положительные сдвиги в работе пассажироперевозчиков. Респонденты указали в опросных листах, что схемы маршрутов в автобусах висят, остановки объявляют, а курящих и беседующих по телефону водителей они не заметили. Теперь народные избранники намерены провести совещание с чиновниками и потребовать, чтобы они ужесточили требования к качеству и состоянию парка машин. Кроме того, депутаты собираются поставить перед властями вопрос о благоустройстве конечных остановок и автостанций. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. СПОНСОР ПОКАЗА Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Информационно-пропагандистский культурный караван Жастар-Жастарга начинает свою разъяснительную работу. В состав выездной группы войдут представители управления по вопросам молодежной политики, управление по защите прав детей, творческая молодежь, которые проведут встречи, семинары. Цель проекта – оказание информационно-методической помощи молодежи по актуальным вопросам. Ежегодно молодые активисты отправляются в сельскую глубинку с просветительской миссией. Польза этого – дело ощутимое. Сельчане и горожане обогащаются взаимно. Убеждены инициаторы акции. Под эгидой каравана, который уже проводится не первый год, несет знания в село, объединились волонтеры молодежных организаций и государственные служащие. В команде юристы, психологи, знатоки предпринимательства и дебатеры. Глава государства, выступая со стратегией «Казахстан-2050», призвал казахстанскую молодежь активно участвовать в реализации этой стратегии. И наша главная цель – это привить чувство общности молодежи, чтобы молодежь участвовала в реализации, в самой программе. По отзывам сельчан, встреч с караванщиками они ждут с нетерпением. Такое общение им необходимо. Очень важно, что инициаторами акции, которые проводятся с 2004 года, выступили сами молодежные организации. А второй выезд в рамках каравана состоится 14 мая в Шетский район. У молодежи очень много вопросов в сельских районах и городах. Они зачастую не знают процедуры участия в наших программах, не знают, какие документы нужны, по каким программам можно обратиться к государственным структурам. И для этого мы выезжаем, чтобы дотошно, прям по полочкам объяснить молодежи, чтобы мы смогли активизировать эту работу. Мы работаем по программе «Доступное жилье 2020». Это германская модель кредитования. Есть возможность нашей молодежи, также молодым семьям, получить жилье по этой программе. «Доступное жилье 2020» – это самая возможность, чтобы молодые наши, это наша сейчас глобальная проблема, что молодежь наша ходит без квартиры. В рамках проекта будут организовываться выезды групп в города и районы области. В ходе реализации проекта информационные группы посетят и самые отдаленные населенные пункты. Серик Сапиев и его семья известны в Карагандинской области и в Казахстане. Кто не знает олимпийского чемпиона по боксу, Серик Сапиев поднял Казахстан на высшую мировую ступень спортивной славы. Отец молодого боксера Жумагали Сапиев гордится тем, что его сын поднял Казахстан на высокую арену. В первый раз он стал чемпионом мира по боксу. Второй раз одержал победу в Америке среди спортсменов вооруженных сил. Ну а самым высоким его достижением стало то, что он стал олимпийским чемпионом в Лондоне. С детства он был очень веселым, шустрым, всегда во дворе с ребятами дружил. Друзей у Серика было очень много. У меня еще два сына есть. Один закончил учебу и работает на обогатительной фабрике с лесарем, сборщиком. Другой сын работает инженером на железной дороге. У меня три внучки и один внук. А дочь Людмила работает в ДВД области, скоро выходит замуж. Весело живем. Семья дружная. Мама всегда говорила, вы должны друг за друга. Вы братья, вы родные. Родители не боялись нас оставлять. Ну брат еще был старший, который старше нас был. Он за нами следил хорошо. Мама боксера Ирина Сапиева не скрывает, что с первых дней была против бокса. Говорит, что боялась за сыном. Профессионально этого я не хотела. Я потому что знаю, что большой спорт – это нет здоровья. Когда Серику Сапиеву было 10 лет, отец отдает его в спортивную школу, а именно в секцию бокса. После постоянных тренировок в 2004 году Серик одерживает свою первую победу. Становится чемпионом мира по боксу и чемпионом Казахстана в весовой категории 60 килограммов. В 2005 году для Сапиева настает настоящий звездный час. Он переходит в категорию до 64 килограммов и в Китае, а именно в городе Миньян, защищает честь нашей страны. Сам боксер говорит, что все победы, которые он одержал, были благодаря его семье, а в особенности его отцу. Конечно, в спорте всегда бывают и взлеты, и падения. Нужно просто держать себя в руках и обдумывать каждый свой шаг. Карагандинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан выпустила из своих стен специалистов, которые свой практический опыт 2,5 года оттачивали в высшем учебном заведении страны. Более 100 курсантов со всего Казахстана получили в этот торжественный день долгожданный диплом о высшем образовании. Все они уже имеют трудовой стаж не по одному году. Но сегодня от полицейских требуется не только смекалка Шерлока Холмса, но и фундаментальные научные знания. Повседневная работа полицейских все чаще основывается на новых технологиях и современной технике. Заместитель начальника Академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан Мирлан Кызылов тепло напустовал выпускников. Сегодняшняя Академия – это главный центр подготовки специалистов не только для Казахстана, в различных областях юриспруденции, научных разработок. Самые различные формы обучения позволяют подготовить широкий спектр высококлассных специалистов для органов внутренних дел. Минуты получения диплома торжественные и немного печальные. Два с половиной года учебы заключены в небольшой книжечке, которая дает право не только выстраивать свою карьеру, но вносить еще больший вклад в дело борьбы с преступностью, в дело защиты гражданских прав населения страны. Благодаря этой Академии мы узнали многое, также мы приобрели многих друзей здесь, в этих стенах, слушателей со всех областей, со всего Казахстана. В добрый путь, выпускники. Сергей Высокозов, Айдын, Жакан, Бахтия Роспанов, Первый, Карагандинский. На чемпионат Казахстана по легкой атлетике поедет спортсмен-колясочник из поселка Южный. Отсутствие ног не мешает Валерию Вадутову быть чемпионом паралимпийских игр. Амина Смакова с подробностями. Валерий Вадутов живет в поселке Южный. Весь поселок знает его как заядлого спортсмена. Каждый день Валерий обкатывает близлежащие трассы. Заниматься спортом он начал давно. Рассказывать о том, как он стал инвалидом, мужчина не захотел. Лишь поведал, как ему удалось преодолеть трудности и переживания. В 23 года попасть в коляску, я вам скажу, не метод, поэтому я потихоньку начал вылазить, вылазить, вылазить и дальше больше. Потом жена, потом дети, потом спорт. А теперь уже просто стимул в жизни большой стал. Валерий на жизнь не жалуется, наоборот. По словам мужчины, не случись с ним этого, он не имел бы всего того, что у него есть. Любимая жена, дети и активная жизнь. Свой пессимизм Валерий просто уничтожил, раз и навсегда. Не жалею, что так у меня получилось со мной. Ничего страшного, люди и так могут жить. А и так человек сам же, он потихоньку свою жизнь строит. Как настроишь, потихоньку, потихоньку пойду. Легкой атлетикой Валерий занимается каждый день. Единственное затруднение – это отсутствие специального стадиона для таких спортсменов, как он. Тренировки на трассе все-таки чреваты возможными травмами. Ну, тот, кто сидит в коляске, тот может все подсказать, как ему будет удобно. И тот, кто строит, он в легкую это поймет. Сейчас спортсмен-колясочник готовится к чемпионату Казахстана, который пройдет 9 июня в Талдыкургане. В 2012 году он стал чемпионом. Так что будем болеть за своего земляка, чтобы он и в этом году поддержал свой высокий спортивный статус. Амина Смакова, Узас Габасов, Бахтер Успанов, 1-й Карагандинский. Звезда казахстанской эстрады Гульбаршин Сергеюбекова в январе этого года выпустила свой видеоклип на песню «Ахсауле». Слова Акына Хасыма Аманжолова, а музыка Абилахата Яспаева. Новое творение певицы уже успели посмотреть многие казахстанцы. Клип на песню «Ахсауле» снимали в Государственном казахском театре оперы. Режиссер-постановщик Карагандинец, главный редактор киностудии «Казахфильм» Дидар Амантай. Как известно, в прошлом году исполнительница народных и эстрадных песен Гульбаршин Сергеюбекова провела свой творческий концерт в шахтерской столице. Тогда певица только планировала снять новый видеоклип. И вот результат. Клип на песню «Ахсауле» – это своего рода дань уважения великому косыму Аманжолову. Так считают и сама певица, и режиссер клипа Дидара Амантай. Кстати, этот же режиссер подготовил фильм к столетию Касыма Аманжолова, который показывали во всех уголках Сарарки. Новый видеоклип любителей творчества певицы Гульбаршин Сергеюбековой могут посмотреть и на нашем канале в рубрике «Астемауин». И последняя информация на сегодня. Уважаемые карагандинцы и гости города, 15 мая в 15 часов в Доме культуры «Молодежный» в Пришахтинске состоится подведение итогов городского этапа национального конкурса «Мириля от пасе». В рамках мероприятия пройдет концерт. Вход свободный. Это была последняя информация на сегодня. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. Аман Сауполмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин